В последнее время старые города открывают нам свои тайны. Например, знаменитая Венеция – город каналов и островов. Однако, если понизить уровень моря, то можно увидеть Венецию без воды. Тогда становится ясным, что ее старые здания построили, как обычные, на прочном каменном фундаменте. На противоположном конце земного шара есть еще одна Венеция – Тихоокеанская, и к ней также можно применить способ зрительного понижения уровня океана, и тогда приоткроется еще одна тайна. Привет, друзья! С вами загадочных мегалитических островов Тихого океана Елена Тапсида. Посреди бескрайних просторов Тихого океана, в Микронезии, находится некое мегалитическое сооружение – одно из самых загадочных на Земле. Это место веками было источником леденящих души историй, легенд и тайн. Однако, несмотря на статус одного из самых загадочных и уникальных древних памятников в мире, большинство людей, вероятно, никогда не слышали имя Нанмадол. Есть веськая причина загадочности этого вышеназванного объекта. Микронезийский остров Пампеи действительно находится в глуши. От его берегов к востоку более 5000 миль открытого океана до Калифорнии, а на запад еще 2500 миль океана до Манилы на Филиппинах. Сам остров небольшой, от края до края, всего 26 километров, не слишком гостеприимной местности, покрытый густыми джунглями и мангровыми болотами, с возвышающейся посредине крутой горой. Тем не менее, несмотря на свое удаленное расположение и неприветливую местность, Пампеи является местом нахождения остатков мегалитической архитектуры, беспрецедентного для микронезий масштаба. На мелководье у его восточного берега располагается островок Темвен. Именно на его конечности стоит удивительный каменный комплекс. Это 92 искусственных островка, построенных на вершине Кораллового рифа на площади около двух километров длиной, и все они связаны сложной сетью выложенных камней каналов. Эти каменные каналы также дали этому месту название Нанмадол, что переводится как в промежутках. В более поздние времена Нанмадол получил другое название Венеция Тихого океана. Нетрудно понять почему. По всему комплексу находится ряд невероятных по виду сооружений, сделанных из огромных базальтовых блоков. Стены высотой до 6 метров и толщиной до 3 метров. Колонны и здания построены из природных столбов весом от 5 до 50 тонн. Все это великолепие сложено по подобию устройства бревенчатой избы. Удивительно, но было подсчитано, что при строительстве этого места было использовано более 750 тысяч тонн камня. Вот что рассказал известный исследователь Дэвид Чальдрес, проводивший несколько исследований в Нанмадоле в период с 1980-х по 90-е годы. Цитата. Все сооружения Нанмадола имеют такие огромные масштабы, что его легко сравнить со строительством Великой Китайской Стены и Великой Египетской пирамиды. Здесь в огромных масштабах использованы крупные каменные блоки. Проще говоря, Нанмадол без сомнения является одним из самых удивительных мегалитических памятников на Земле и фактически единственным, когда-либо построенным на Коралловом рифе. Конец цитаты. Даже это восторженный отзыв Дэвида меркнет на фоне новых данных, полученных при геосканировании всего острова Тимвен, при этом становится ясным, что здесь мы имеем дело с настоящей древней высокоразвитой цивилизацией ДВЦ. Бортовая лидарная съемка объекта всемирного наследия Нанмадол и прилегающего острова Тимвен выявили сложенную систему орошаемого земледелия, впервые обнаруженную на центральных восточных Каролинских островах. Полевые работы подтвердили наличие в Тимвене низких влажных, пригодных для обработки участков, многие из которых соединены водными каналами или разделены земляными насыпями. Каналы, соединяющие разноуровневые террасы, позволяли воде течь из одной области территории в другую. Поскольку на низких террасах собиралась вода, то на них выращивали определенные растения, требующие больше воды. Это были так называемые влажные поля или пруды, где выращивали такую культуру как Таро. После сильных дождей вода и сейчас продолжает течь по каналам через некоторые нижние террасы и соединяющие их каналы. На карте выделена жирная точка – это высокий столб из базальта, который сюда был явно привнесен. Вся система ирригации была выполнена на достаточно высоком инженерном уровне. По сложности, затратам труда и организации эта система сравнима с объектами самих базальтовых островов Нанмадола. Даже на самых крутых участках были обустроены террасы, которые амфитеатром опоясывают скалы вулканической кальдеры. В юго-западной части острова еще можно видеть выложенные из базальта стены, такие же, как и на искусственных островах. Но кто мог построить такое? Ученые методом радиоуглеродного датирования, проведенные на каменных мегалитах на этом месте, предполагают, что строительство Нанмадола началось примерно в 1180 году н.э., что приводит к выводу, что Нанмадол был построен при династии Соделер, правившей в то время островом Помпеи. Согласно этой теории, когда Соделеры были свергнуты в конце 1600-х годов, это место было заброшено, оставив таинственные руины, которые сохранились до наших дней. И все же дополнительные исследования, проведенные на этом месте, показывают, что самое раннее поселение здесь восходит далеко за пределы 1180-х годов н.э. Строительство Нанмадола производили не примитивные аборигены в набедренных повязках, а продвинутые в технологическом плане люди. Аборигены лишь заняли эту территорию после них и применили сооружения для более простых нужд. А вот куда исчезли те загадочные люди, это вопрос. Тем не менее, как построили Нанмадол и его сложную ирригационную систему, пусть даже и продвинутые в технологическом плане люди, этот вопрос остается открытым. Ведь в непосредственной близости от этого места нет каменолумен, а это означает, что огромные базальтовые блоки, из которых состоит Нанмадол, должны были быть доставлены туда откуда-то еще. Справедливо заметить, что и на основном острове Помпеи в двух местах также встречаются подобные постройки, но чуть-чуть в меньших масштабах. Подсказку в этом вопросе нам даст маленькая деталь. Рассматривая панораму входа в основную гробницу, я заметила груду длинных базальтовых столбов. Мой натренированный взгляд сразу же выхватил узкий пропил, который проходил через две трети толщины столба. А чуть дальше лежал еще один блок с двумя пропилами. Толщина пропила была не более 5 сантиметров. Кто-то скажет, а что тут такого, тюкнул по базальту кувалда и он расколется. Однако базальт, самая твердая и прочная вулканическая порода на планете, и чтобы расколоть или распилить его, нужно затратить много времени и трудозатрат. Тем более, что у местных аборигенов не было железных орудий. Посмотрим на стенку из базальтовых блоков. Видно, что торцы столбов имеют плоскую поверхность. При укладке столбов в стену излишние торчащие куски из нее были просто спилены. Точно также поступает и при подгонке деревянных бревен при сооружении избы. Вот этот пропил может о многом рассказать. Фреза, которая только и могли резать такие блоки, должна была быть выполнена из легированной стали с марганцовистыми присадками. Значит, у той цивилизации была высокоразвитая металлургия, горнодобывающий комплекс, транспорт и явно не бамбуковый флот. Напиленные блоки нужно было бы еще доставить на место стройки. Дорог вокруг острова тогда не было, а остров Помпеи слишком труднопроходим, чтобы по суше транспортировать блоки. Первоначально некоторые предполагали, что они могли сделать это с помощью бамбуковых плотов, но эта теория была быстро опровергнута, когда был принят во внимание огромный вес камней, использованных в Нанмадоле. На самом деле, в 1995 году в специальном выпуске канала Discovery Ананмадоле была представлена попытка использовать бамбуковые плоты для перевозки на них камней весом от 1 до 2 тонн. А ведь это вес блоков составляет лишь небольшую часть от тех, которые использовались при строительстве стен. Сразу же было обнаружено, что плоты для такой задачи не годились, они попросту утонули в самом начале эксперимента. Но каким-то образом блоки были доставлены к месту строительства, а затем они были уложены в высокие стены, здания, сооружения, как в лего-конструкторе. По идее, это делали люди, у которых не было даже шкивов, рычагов или других современных технологических достижений. Даже сегодня поднять 50-тонный камень – большое дело, требующее мощного крана и опытной бригады. Так как же поступило население, существовавшее многие сотни лет тому назад, не имея такого подъемного крана или хотя бы элементарных рычагов? Любимый аргумент оппонентов – дескать, нагнали 100 тысяч человек, и они как муравьи сделали всю работу. Однако во время динасии Саделер население всего острова Помпеи по оценкам составляло 20-30 тысяч человек, включая детей и пожилых людей. Просто это количество населения не соответствует рабочей силе, необходимой для завершения такого проекта как Нанмадол. Кроме того, для перемещения волоком 50-тонных блоков вручную необходимо командное управление и координация по единовременному моменту приложения усилий многих тысяч человек. Даже сегодня это представляет собой серьезную проблему. Пустынный остров едва мог поддерживать повседневную жизнь своих жителей, не говоря уже о таком предприятии, как строительство Нанмадола. Некоторые из исследователей выдвинули версию, что блоки передвигали при помощи левитации. Однако цивилизация, которая имела фрезы и проходческие механизмы, о чем я неоднократно рассказывала в своих фильмах, имела и воздушные суда, которые могли зависать над объектами. В наше время это специальные вертолеты, а тогда были аппараты типа дирижаблей. В наше время считают, что дирижабли – недооцененные транспортные средства. Смотрите мой фильм «Дирижабли и допотопия Арктики». Согласно легендам местных племен, остров Понпеи осваивали маги в несколько этапов. В завершающий этап прибыла группа, приведшая с собой самых могущественных колдунов – братья Улисхипа и Улосфопа. Именно эти братья построили Нанмадол, используя свои магические способности, чтобы левитировать по воздуху огромные базальтовые камни, как если бы они были невесомыми, и складывать их в островки, каналы, стены и здания. Некоторые исследователи выдвинули версию, что это не было волшебством, и что эта история вовсе не миф, а скорее народная память об утраченной технологии, суть которой – акустическая левитация. Это техника поднятия тяжелых камней путем согласования звуковой частоты внешнего воздействия с частотой собственных колебаний компонентов каменного материала, превращения его в псевдожидкое состояние с приобретением свойства практически невесомого и перемещения его в требуемое место. Во многих местах, где есть мегалиты, можно услышать легенды о перемещении огромных блоков посредством пения или игры на музыкальных инструментах. Строителей нанмадола вполне можно назвать техномагами. Чтобы разобраться в назначении нанмадола, предлагаю посмотреть на его стены под другим углом, в прямом и переносном смысле, и произвести сравнение с другими похожими объектами, разбросанными по всей планете. И эти объекты – не что иное, как звездные крепости. Тогда что такое нанмадол? А это один из бастионов крепости звезды. Так называемые звездчатые бастионы на сих пор будоражат умы исследователей. Почему именно такая форма крепости? Зачем и почему их так много во многих уголках нашей планеты? Версий появления таких крепостей великое множество. Друзья, небольшое объявление. В связи с возможной блокировкой Ютуба, фильмы будут выкладываться и на запасной канал Рутуб. На моем телеграм-канале Елена Тапсида «Факты на обочине» будут выкладываться интересные материалы, не вошедшие в основные фильмы о древних замках, звездных крепостях, обширном подземном мире, загадочных фолиантах, забытых технологиях и многое другое. Заходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Но мне ближе всего одна из них – это не что иное, как погодная или атмосферная электростанция, которая могла обеспечивать электрической энергии окружающей местность. Достаточно вспомнить настойчивые опыты Ломоносова и Рихмана по запуску в небо воздушного змея с токопроводящим шнуром, в нижней части которого получал потенциал столь большой, что привело к гибели самого испытателя Рихмана. В Америке такие же опыты ставил и знаменитый Франклин. Практически каждый дом в таком городе может являться генератором и проводником электричества, с использованием в том числе и эффектов по принципу пьезоэлектричества. В неизведенный и накопленный из атмосферы потенциал передавался центральному устройству, например собору, а затем распределялся по всему городу. Возникновение земляных крепостей звезд также загадка. Есть версия, что такие крепости появлялись сами собой и как бы пела сама Земля. То есть, они появлялись подобны фигурам хладни, возникающих из порошка при вибрации подстилающей пластины. И здесь мы подходим к ключевому моменту. Земляная в кавычках звездчатая крепость – это не что иное, как вся кальдера вулкана, на которой расположен остров Пампеи. Практически идеальная звезда, только чуть-чуть завалился восточный бастион. Именно там построили стены Нанмадола. На всей островной звезде есть классический ров с водой. И даже если мы мысленно опустим уровни океана на 100 метров, то ров с водой все равно останется. С гористого рельефа острова вода стекала в чашеобразную долину, ограниченную валом, образованным базальтовой лавой, хотя сейчас этот вал ошибочно называют коралловым. Кораллы лишь растут на нем. Вид той допотопной звезды был великолепен. С западной стороны от Пампеи располагаются два аналогичных островка, но без центрального купола вулкана. На старинной иконе 13 века изображен момент сотворения мира. И то, что творец Мери Циркулям очень похоже на наш остров, хотя это внутреннее строение планеты, где изображен внутренний океан. Во всем видны фрактальные подобные формы материи. Учтите, что остров Пампеи производит постоянную малозаметную сейсмическую активность, которая генерирует пьезоэлектрические эффекты. Когда эти пьезоэлектрические волны проходят через намагниченные базальтовые блоки, выложенные в определенном порядке в каналах, стенах и башнях Нанмадола, то после этого данное место становится источником генерируемой здесь энергии. Вот что писал Фрэнк Джосеф в своей книге на эту тему. «Преобразование естественного вертикального магнитного поля базальта в спираль усилит мощность любого пьезоэлектрического разряда, вращая его в сужающейся, сжимающейся цепи, а затем фокусируя луч его концентрированной короны разрядом в небо». Проще говоря, Нанмадол никогда не был городом, уж точно не в обычном смысле этого слова, а электростанцией, несомненно, построенной предками помпейцев. Конец цитаты. Исследователь Дэвид Чайльдрес обнаружил, что стрелка магнитного компаса реагирует, поворачиваясь, если компас поднести к базальтовой стене. На протяжении веков помпейская культура традиция предупреждала о грозных силах, связанных с Нанмадолом. Местные жители верят, что за этим местом присматривают духи, помещенные туда древними для защиты от посторонних людей, и что любой, кто потревожит это место, будет наказан. И даже проклят. Возможно, это всего лишь созданный местными жителями миф, чтобы отговаривать колониальные державы от нанесения ущерба их истории. Но что, если это не так? Чужаки из Европы впервые достигли острова Помпеи в начале 1800-х годов, после чего они сразу же обратили внимание на руины Нанмадола. Одним из первых, кто это сделал, был хирург торгового корабля по имени доктор Кэмпбелл, который красноречиво описал это место в статье 1836 года под названием «Остров Вознесения». По его словам, Нанмадол был, цитата, «творением рас людей, намного превосходящих нынешнее поколение, чья память прошла многие века и чья история затмевается навеки, чье величие и чье могущество можно проследить только сейчас, начиная с разбросанных остатков, воздвигнутых ими строений, которые теперь разрываются вечно зелеными растениями, над пеплом их ушедшей славы, оставляя потомству удовольствие от размышлений и догадок». Следующий этап исследования острова Панпеи и Нанмадола в частности произвел польский антрополог Джон Кубари в 1873 году. Он систематизировал и описал руины Нанмадола, пытаясь узнать секреты этого места. Несмотря на энергичные предупреждения местных жителей о проклятии Нанмадола, Кубари собрал на этом месте многочисленные украшения и орудия и даже обнаружил неизведанные склепы, которые назвали царскими гробницами. Небольшая цитата из его работы «Все гробницы, которые мы исследовали, были заполнены кораллами. Повсюду мы находили остатки человеческих костей и очень примитивные украшения, браслеты и ожерелья, орудия труда, каменные топоры и т.д. Мы также нашли круглые диски в гробницах, проткнутые посредине, столь высоко ценящиеся сегодня и служащие деньгами и украшающие пояс и оголовье». Конец цитаты. Через год Кубари собрался вернуться в Европу со своим обнаруженным запасом невероятных артефактов. Но вот тут-то его постигла череда несчастья. Его корабль с артефактами затонул недалеко от Маршаловых островов. Впоследствии жизнь Кубари была полна неудач и лишений. Все это привело к трагическому концу его жизни в 1896 году. Необычные явления электромагнетизма Нанмадола в начале 20 века ощутил на себе и губернатор острова Виктор Берг. В 1907 году он решил произвести раскопки на искусственных островках. Местные жители стали настойчиво отговаривать его от этой затеи. Все же Берг начал свои исследования. Глубоко внутри комплекса он обнаружил запечатанную гробницу, в которой, как говорили, покоились останки древних правителей Панпеи. Поразительно, но в гробнице Берг обнаружил останки скелета, не похожие на те, что либо видены им раньше. Кости были огромными, по-видимому, принадлежащие расе гигантов более трех метров роста. В ночь этого открытия Берг остался на острове. Уже после полуночи над островом прокатилась мощная буря. Небо заполнили странные светящиеся шары. Неожиданно вдалеке Берг и его команда услышали звуки раковины, эхом отражающиеся от гор Панпеи. На следующий день, когда буря, казалось бы, прошла, Берг был полон решимости продолжить работу над раскопками Нанмадола. Но, направляясь к месту работ, он внезапно становился ковкопанный и беспричинно упал замерто на месте. Тут же местные жители заявили, что судьба Берга была решена в тот момент, когда он потревожил Нанмадол. Все это привело к трагическому концу его жизни, доказательства сверхъестественных сил, охраняющих это место. Устная история гласит, что братья, построившие Нанмадол, могли ли они также быть и гигантами? Мог ли этот факт объяснить, как им удавалось перемещать такие тяжелые камни? Одно можно сказать точно, это был не единственный случай, когда гиганты проявили связи с Нанмадолом. О том, как мог выглядеть допотопный мир во время гигантов, на примере сопоставления средневековых саг и современных, казалось бы, фантастических фильмов, я попыталась показать в своем фильме «Гиганты. Звездные войны Средневековья». В начале 1920-х годов контроль на Нанмадолом перешел к Японии. Японцы также занялись расследованием Нанмадола. Однако, то, что они якобы нашли, выходит далеко за рамки всего, что было раньше. Сегодня записи управления Японии над Помпеем фрагментированы и немногочисленны, поскольку многие японские записи из этого района были утрачены с начала 1939 года. Тем не менее, оставшиеся источники указывают на то, что до начала работ японские ученые обнаружили, что существующий руин Нанмадола, находящийся на Коралловом рифе, лишь часть головоломки. На самом деле, Нанмадол простирался дальше вглубь океана и далеко за барьерный риф, и это был целый затонувший город. Утверждают, что именно там японцы нашли на дне океана огромные платиновые саркофаги, и когда они были вскрыты, то увидели внутри скелетные останки гигантских людей высотой более трех метров. Может ли это быть правдой? Что особенно интересно в этих находках, как и в находках Берга до них, так это то, что идея о существовании когда-то в далеком прошлом расы гигантов не ограничивается Нанмадолом. На самом деле, это прослеживается во всех культурных традициях. Дело в том, что платиновые саркофаги не единственное, что было найдено у берегов Нанмадола. В 1939 году немецкий следователь и писатель Герберт Риттлингер, посетивший Нанмадол в период протектората Японии, описал найденное в своей книге «Безмерный океан». По словам писателя, открытия у берегов Нанмадола, по сути, вышли далеко за рамки платиновых саркофагов. Цитата. «Под океаном находился блестящий, великолепный центр прославленного королевства, которое существовало там несчастливые тысячелетия назад. Сообщения о неслыханных богатствах побудили ныряльчиков с жемчугом и китайских торговцев тайно исследовать морское дно, и все ныряльчики делились впечатлениями, выпучив от удивления глаза. Им доводилось плыть вдоль хорошо сохранившихся улочек, заросших мидиями и королами. Внизу было бесчисленное множество каменных сводов, столбов и монолитов. Резные каменные таблички висели на остатках явно узнаваемых домов». Конец цитаты. То, что не нашли искатель жемчуга, обнаружили японские ныряльчики с современным оборудованием. Они подтвердили своими находками традиционные легенды о Панпее. Это огромное богатство драгоценных металлов, жемчугов и серебряных слитков. Другими словами, Нанмадол был лишь частью удивительного древнего города, затерянного под океанскими водами. Интересно, что это согласуется с панпейской легендой о другом царстве в глубине океана у берегов Нанмадола. В более поздние времена появились дополнительные доказательства, подтверждающие эту теорию. В 1970-х и 80-х годах археологи заметили разветвленную сеть тоннелей и пещер под Нанмадолом, ведущих в океан. Одна команда проследила эту сеть до группы каменных столбов и сооружений на глубине около 40 метров под водой, предположив, что это было только начало обширной сети подводных руин. Но с тех пор не проводилось полномасштабных исследований, чтобы определить, что может лежать там в океане. Дэвид Чайльдерс в 1996 году производил подводные работы в местах погружения японских подводников. На дне он обнаружил ряд вертикально стоящих монументов. Если мысленно понизить уровень мирового океана, то сразу обнаруживаются обширные земли, которые соединяли массивы суши Борнео с Юго-Восточной Азией. Именно там был центр цивилизации, который построил Нанмадол. Эта мифическая земля называется Сандерленд. Похоже, это часть еще более древнего континента, который нам известен как Му. Официальное существование Сандерленда относит к ледниковому периоду. Какие племена населяли эти земли до затопления, я предположил в предыдущем фильме. Правда, YouTube решил, что фильм не того содержания и пометил его черной меткой. Смотрите этот фильм с главной страницы моего канала, в ближайшее время я его удалю. Идея существования континента Му была впервые представлена в конце 1800-х годов археологом по имени Агюст Леоплиангон. Подхватил идею в 1920-х и 1930-х годах исследователь Джеймс Черчворд, который утверждал, что во время своей службы в Британской Индии он познакомился с набором древних глиняных табличек, на которых рассказывалось о древнем затерянном континенте в Тихом океане по имени Му. Согласно Черчворду, континент, протянувшийся на 3000 миль с севера на юг и на 5000 миль с востока на запад, был домом для развитой древней цивилизации, существовавшей 50 тысяч лет тому назад, прежде чем она внезапно погрузилась на дно океана и исчезла навсегда. Учитывая расположение Панпеи в Тихом океане, некоторые считают, что Нанмадол представляет собой окраину легендарного затерянного континента. Фактически это было предположено самим Черчвордом в 1926 году, еще до того, как были обнаружены платиновые саркофаги или подземные тоннели. Однако мы видим, что катастрофа, разрушившая Нанмадол, произошла не столь давно. Под водой отчетливо видны постройки, даже остались драгоценности и саркофаги. Спустя 10 тысяч лет мы бы ничего не увидели, все бы разметали ураганы. Да и сами стены на суше развалились бы. Уже сейчас джунгли нанесли серьезный урон строениям. Сам остров Панпеи покрыт слоем песка и глины, что хорошо заметно на барьерном рифе. Дороги покрыты слоем красной глины, хотя это вулканический остров с базальтовой основой. Их все время нужно подправлять, иначе нельзя будет проехать. Глиняный Армагеддон затронул и это место. Могли ли жители Панпеи работать с источником энергии, предложенным Теслой, тысячи или десятки тысяч лет тому назад? Мог ли Нанмадол действительно быть древней электростанцией, питающей развитую древнюю цивилизацию? По крайней мере ясно одно, даже если Нанмадол это просто 800-летний мегалит, построенный династией Садалер, он должен считаться одним из самых удивительных сооружений на Земле. Друзья, прямо сейчас смотрите не вошедший в основной фильм материал «Базальтовая пирамида Явы. Старшая сестра Нанмадола» на моем телеграм-канале «Факты на обочине». Надеюсь вам фильм понравился. Подписывайтесь на каналы YouTube, YouTube, Telegram. С вами была Елена Тапсида. Всего вам доброго. До следующего фильма. Субтитры сделал DimaTorzok